Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 26 апреля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это День памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Марфу. Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как «госпожа». Небесной покровительницей ее является преподобно-мученица Марфа Тестова Иннокене. В 1883 году в Тамбовской губернии родилась Марфа. Родители ее были крестьянами. С утра до ночи они пропадали в поле, а по воскресеньям ходили в церковь. Так как жила в сердцах их любовь ко Господу. В 30-летнем возрасте Марфа поступила в монастырь, где на тот момент уже подвязалась ее сестра. Только вскоре обитель была разорена безбожными властями, и преподобная с одной из своих сестер поселилась в селе Развилье, где стала трудиться при храме. Все это время монахиня не выходила из-под контроля сотрудников НКВД, которые только и ждали, в чем бы обвинить женщину. На помощь им пришел лжесвидетель, который сообщил, что Иннокеня вместе с другими христианами вела контрреволюционную деятельность среди жителей села. Марфа Тимофеевна вину свою твердо отрицала, но была приговорена к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Наказание она отбывала в Карагандийском ИТЛ, который был одним из крупнейших на территории СССР. Лагерные условия и тяжелый труд подкосили здоровье Иннокене Марфы. Медицинская комиссия признала ее инвалидом, и монахиня была отправлена в больницу при Спасском отделении Карлага. Вскоре преподобна мученица скончалась, так и не увидев свободы, и в тот же день была погребена на кладбище при селении Спасское. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Артема. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь! Пусть!